Дай бог, ожидаем девочку. Уфимка Карина готовится стать мамой. Это первая ее беременность, и вначале у девушки возникло много вопросов. И сегодня Карина пришла на специальную выставку-форум «Мир материнства и детства». Пришла прежде всего, чтобы посмотреть, что предлагают нам различные фирмы, будущую маму. И посмотреть, какие бывают после родов различные курсы, какие-то интересные мастер-классы. Мы проводим обучение, как правильно себя вести во время беременности, подготовка к родам, как вести себя во время родов, а также уходу за новорожденными. У нас есть симуляторы младенцев. Можно запрограммировать этого младенца. Идущая мама, она должна понять, что он хочет – покушать, поспать, или подгузник ему нужно поменять. На выставке ВДНХ проходит городской семинар, который посвящен развитию творческих познавательных способностей дошкольников. Прежде всего, мы сегодня пригласили педагогов-психологов, педагогов-воспитателей детских садов, которым как раз эта тема является очень близкой, востребованной. В рамках выставки «Мир материнства и детства» проходило много семинаров, мастер-классов и специализированных конференций. Не только для матерей и детей, но и для специалистов. Также работала передвижная медицинская станция. Здесь любые желающие могли бесплатно посетить мамолога и акушерогинеколога. За два дня работы медицинских модулей обследование прошло около 150 женщин. За вчерашний день мы выявили женщину с подозрением на рак молочной железы, две доброкачественные опухоли. Остальное все такой чисто профилактический осмотр. Но основной совет ежемесячное обследование и при обнаружении каких-то сомнительных участков надо обращаться к специалистам. Сейчас в городе Уфа очень хорошо все это организовано. Особое внимание на форуме было уделено матерям воспитывающих детей инвалидов. На эту тему прошел круглый стол под председательством уполномоченной по правам ребенка Миланы Скоробогатовой. Необходимо работать не только с детьми и с подростками, но также социально адаптировать и родителей. Зачастую, когда родители слышат диагноз своего ребенка, у них руки опускаются и они уже не знают, что делать дальше. И вот наши организации и очень много других организаций, они показывают свою работу, эффективность и находят благоприятные отклики от самих родителей. Назрел момент необходимости создания портала, где все организации общественные, некоммерческие, в том числе и платные клиники могли бы представить свою информацию. Мне бы очень хотелось, чтобы заходя ребенок-инвалид Уфа или ребенок-инвалид Башкортостан, всегда выходил этот сайт, на котором бы я могла получить исчерпывающую помощь. Вплоть до того, пройдя веб-семинары, как на саморазвитие, так и на получение услуг. Я очень довольна, что я здесь посетила эту выставку, посетила этот круглый стол. Много услышала интересного, то, что я в принципе ребенку 10 лет, но я до этого момента в принципе и не знала о каких-то программах. То есть получила информацию именно для себя. Мария Алексеева, Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ.